Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами много говорили об Анастасии Заворотнюк, о ее заболевании, о том, что на ее примере мы говорили о большом количестве людей, которые заболевают онкологией в последнее время в нашей стране. Буквально на днях я выпустил видео, где рассказал о женщине, которая связывает свою онкологию с пальмовым маслом в продуктах питания, которые реализуются через сетевые магазины в нашей стране, а каких-то местных магазинчиков в регионах практически не осталось. Я уже говорил, это только какие-то рыночки сельскохозяйственные, в основном это исключительно сетевые магазины с качеством продуктов питания, таким, что девочек в 18 годах целый букет гинекологических заболеваний, значит, дай бог одного выносить, у людей более взрослых это онкология и так далее, и так далее, и так далее. Все дело в том, что вы помните наверняка, что я снимал много об Анастасии Заворотнюк, потому что я сразу сказал, что я не являюсь фанатом ее или еще что-то, я видел, может быть, пару серий моей прекрасной няни, но чисто по-человечески я понимаю, что человек известный, и большая, конечно, трагедия. Я видел искренние эмоции ее мужа, Петра Чернышева, когда какой-то, я помню, у Навки, что ли, было выступление ледовое, и как он искренне переживал, когда люди даже не спрашивали ничего, просто было видно, что он закрыл лицо руками. Ну, невозможно об этом не сказать, это такая просто трагедия огромная. И вот вы знаете, все таблоиды публикуют одно и то же. В принципе, совсем недавно, вот час назад, появились хорошие новости об Анастасии Заворотнюк. Какого характера? Вы наверняка, прочитав название, уже поняли, в чем дело частично. Поклонники Анастасии Заворотнюк радуются, пишут, похоже, актриса постепенно начинает выбираться из-за железного занавеса, за которым прячется из-за тяжелой болезни. Ну, я думаю, во-первых, конечно, она не прячется ни в каком железном занавесе, человек просто болен, и это, конечно, абсолютнейшее право родственников говорить о состоянии здоровья, не говорить о состоянии здоровья, показывать, не показывать и так далее. Поэтому, ну, не совсем корректно, мне кажется, так писать. Но, тем не менее, Андрей Малахов в эфире программы «Привет, Андрей!», посвященный дню рождения Николая Баскова, знаете, такая по субботам, по-моему, выходит программа, там собирается много знаменитостей всегда, и чему-то посвящена эта программа всегда, довольно долго идет. Рассказал, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь и хотела позвонить, значит, прямо в студию, чтобы поздравить певца, поздравить Николая Баскова. Вот что он говорит. «Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите!» Приводит слова телеведущего «Царьград ТВ». Николай Басков ответил, что он искренне переживает за Заворотнюк, потому что нечто подобное ему довелось пережить и со своим близким человеком. С Настей они были в прекрасных отношениях, ее болезнь он воспринял почти как свою личную беду. Басков очень надеется, что судьба, сила воли, актрисы и медицины создавляет чудо, и Анастасия поправится и вернется в профессию. Значит, весь вопрос в чем? В том, что Малахов заявил, что Заворотнюк связалась с ним, то есть она общалась с ним и даже хотела сделать сюрприз Баскову и позвонить в программу, в эфир, в студию и поздравить Баскова в эфире. Конечно, это было бы, я думаю, очень круто. Почему? Потому что мы бы впервые за все это длительное, долгое время услышали бы саму Анастасию Заворотнюк. Другое дело, мы знаем Малахова. Мы знаем Малахова, мы знаем программу Малахова, и все больше мы узнали людей многих, в том числе ведущих ток-шоу по делу Михаила Ефремова, когда вы видели, что творилось в студиях, вы видели, что говорили ведущие этих ток-шоу и так далее. Поэтому здесь иллюзий питать тоже таких уж прям не надо. Все дело в том, что я не берусь ничего утверждать, вот мне интересно ваше мнение на сей счет, но мне кажется, это может быть и каким-то ходом. Почему? Потому что никакой информации нет, и вот информация была на заседании у Путина, вы знаете, директор Института молекулярной биологии РАН, заявил о неком таком инновационном лечении для Заворотнюк, если муж Петр Чернышов согласится. Ну, это была такая новость, прямо это вот у Путина в прямом эфире на заседании было о Заворотнюк. Ну, то есть они рассказывали о достижениях науки и сказали, что вот они готовы опробовать их в том числе и на Заворотнюк. Тогда мы об этом услышали, и вот сейчас, то есть Малахов об этом говорит, В принципе, врать ему, я думаю, нет никакого смысла. Для чего ему вдруг на программе, посвященном дне рождения Баскова, упоминать о Заворотнюк, тем более, если он говорит несоответствующие действительности вещи, я имею в виду, в частности, конкретно касающиеся того, что Заворотнюк хотела позвонить в студию лично и, значит, поздравить Баскова, и что она общалась с Малаховым. Значит, ну, во-первых, действительно, позвонить она могла, и общаться она могла. И поздравить она. Может быть, решили, что это вызовет широчайший, наверное, какой-то общественный резонанс среди поклонников, панатов, начнут публиковать как-то, трактовать, еще что-то, и решили как-то этого, наверное, не делать. Но зачем тогда Малахов об этом сказал? Уж тогда бы вообще не говорили ничего, и все было бы тихо, и информационная пространство совершенно бы тоже было как, так сказать, штиль. Но все таблоиды сейчас публикуют эту новость, о том, что Заворотнюк практически, некоторые уже пишут, почти вышла в эфир в программе «Привет, Андрей!», посвященная дню рождения Николая Баскова. Вы знаете, когда сообщили о том, что Заворотнюк глиобластома – это агрессивная форма рака, вы знаете, что это такой же примерно схожий диагноз был у Жанны Фриске. Вообще, от этого заболевания процент выживаемости, он, ну, крайне низок. При всем желании, я знаю, людей, чтобы Заворотнюк выздоровел, и моем, безусловно, желании. И это не касается Заворотнюк, это касается тысяч, десятков тысяч людей, которые болеют онкологией в нашей стране. Я уже говорил, что надо уделять внимание всем абсолютно. Но на примере Заворотнюк, я считаю, очень здорово об этой проблеме вспоминать, говорить и придавать ей соответствующий масштаб. Потому что в регионах огромное количество онкологий, и вы знаете, как у нас делаются дела, просто молчание. Талантливых врачей много, и неталантливых много. Лечат людей, кто-то умирает, но это все делается тихо, а я считаю, об этом нужно говорить. Потому что это проблема федерального абсолютно масштаба. Количество онкологий в нашей стране, и от чего они происходят. Поэтому лишний раз об этом сказать, на примере Заворотнюк, а может быть, если новостей о ней много, говорить об этом постоянно, я считаю, напоминать всем о том, что такая проблема существует. А я считаю, сказать о проблеме, это половина ее решения. Потому что это обратить внимание людей на нее. И, значит, ну вот, я не знаю, что за лечение было применено, и как обстоят дела, нам не рассказывают. Но, тем не менее, если человек может позвонить, говорить и так далее, то это уже о чем-то говорит. Хотя, тоже не знаю, о чем это говорит. В общем, новость вот такая. В итоге никто не услышал голоса Заворотнюк, но Малахов сказал, что Заворотнюк хотел сделать сюрприз, позвонить в студию. Для того, чтобы поздравить Баскова, с которым она дружит, общается. Тем не менее, конечно, эта новость хорошая, потому что, еще раз скажу, человек, когда совсем уже себя чувствует не очень, он, конечно, позвонить никому не сможет. Но Малахову я не доверяю, скажу честно сразу, потому что он может сказать разное. С вами был Будда Гришна. Ребят, пишите комментарии. Я знаю, что многие захотят наверняка пожелать здоровья и скорейшего выздоровления. Насколько это возможно, Анастасия Заворотнюк, потому что здоровье это самое главное. Подписывайтесь на мой основной канал Будда Гришна. Подписывайтесь на канал о саморазвитии Будда Гришна Live. Добро пожаловать в мой инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание official. Подписывайтесь тоже. С вами был Будда Гришна. Берегите себя, будьте здоровы. Всем пока, до встречи.